Годов нагар, черным зрачком у верблюда, Афган. Кто-то беда, победа, слава и перегар, Крови немало отведал, Афган. Я молодой, горячий, в кирзовых сапогах, Любит меня удача, Афган. Над полями наших драк, Время призрачное и древнее, Гильзы ржавчины жуем, Испускавшие огонь, Ночь наметов и атак, Спит впитавшаяся в землю, Нами пролитая там, Кровь друзей и кровь врагов, Над лугами наших чувств, Обожженными смертями, Распускаются цветы, Жен, детишек и внучат, Наша радость, наша грусть, Нас с тобой куда-то тянут, Нам с тобой сегодня, брат, За судьбу их отвечать. Нам-то в целом все равно, Кто там справа, Что там слева, Кто по телеку сейчас Строит там какой-то изм, Нам бы нужно-то всего, Чтобы наших рук посевы, Потихоньку принесли, Для людей нормальных жизней, Из блокпоста своего, Над торгующей Москвою, Где там вары, словно громы, Оглушительно хрустят, Души славы боевой, Пусть проснутся в нас с тобою, И полями прежних битв, Вместе молча пролетят, От Лагодехи до Казни, От Кандагара до Оксая, Моздок, Баку и Гудермес, Москва, ну как же без Москвы, А что не вспомнил, извини, Вот география какая, Вся жизнь моя в один припев, Не помещается, увы, Не помещается, увы. Двадцатый век придумывает ноты, Которых не удерживаешь в голове, А ты идешь вперед, мотопехота, Вперед и вверх, опять вперед и вверх, Меняются названия муниций, Покрой мундиров и размер шрифтов, А ты опять полей войны, царица, А также перевалов и хребтов. Я сегодняшнюю нашу встречу, Я хочу всех поздравить с Днем Защитника Отечества, Днем Советской Армии и Войнборского Флота, Хочу всех поздравить с нашей победой в Олимпиаде, Потому что Третья мировая война, Которая сейчас идет, Это война прежде всего культуры, Это война спорта, Это война души, Вот и в этой войне мы сейчас выиграли, Я очень рад был, когда видел открытие, Я понял, что что-то изменилось к лучшему, Раз у нас в стране появились такие люди, Которые вот этого делают и вот это хотят. И впервые с 91-го года, Вы знаете, да, Когда американцы хотели ввести войска в Сирию, Наше руководство отреагировало таким образом, Что они туда войска не ввели, Они попросили нас помочь им найти там химическое оружие, Мы его нашли. Вот. Да. И я поэтому всех поздравляю, Давайте похлопаем, ребята, нашим. Кроме осколков по броне, Полю вжигают, как мухи, Это бьет в упор по мне, Раздолбай эти духи, Не видать из-за камней, Что бы братья все по классу, Вот и бьет в упор во мне, Чем попало? Папуасы. Наш комбат большой стратег, По-другам он не может, Он надумал сразу всех Этих духов уничтожить, Ты, говорит, малость постреляй, И заклохни, как побитый, А как полезут тебя брать, Тут бы их и шито-крыто, Ну и будут ордена, И медалью уж навалом, Но война, она война, Миной траки разорвала, Пушки ствол оторвало, И антенну обрубило. В общем, нам не повезло, Духи нас опередили. Что ж, не надо дна ума, Для такого к черту боя, Хорошо потрогав тьма, Захватили мы с собою, Да еще, видать, к селу, Отделение подфартило, Что от взрыва за скалу, БМПшку закатило. Так стреляли целый час, Злые все сидят ребята, Поминая через раз Маму нашего комбата, Слышим тут в броню стуча, Открываем, Ёлти-палти, Глядь-то этот наш комбат, Сам майор, Даварий, Схалтин, Заватной он у гумко, Прям порой бывает странно, Эх, ребят, Ничего, Все у нас идет по плану, Прекратить кричит огонь, Хромкоматом не ругаться, Дух придет, Яму не тронь, Будем мы сейчас сдаваться. Дальше было как в кино, Или может даже лучше, Слушал я как надо мной, И ходит, бродит духа в туча, После взрыва стрельба, И на их нем сильно маты, И в пыли густой топ-клубок. Наши, наконец, ребята, Наши, наконец, ребята, Эти вот ребята. Давай за тех, кто не вернулся, Кто стал частицей тишины, Кто лег в горах, И не проснулся от ядрянной войны, Давай не щекусь, ребята, Давайте молча и до одна, За офицера и солдата. Кого взяла к себе военная, Давайте вспомним по именам тех, С кем на ветер сроднены, Кто был частицей батальона, Остал частицей тишины. Дайте их с вами, ребята. Когда мы вернемся с войны, Красивые и молодые, А вины дынут побед. Накрытый окаренный рам, И будут награды сиять, И волосы наши седые, Когда мы вернемся с войны, Под маши и критюра. Когда мы вернемся с войны, Нас встретят хлебами на блюде, Нам громкие скажут слова, Как правильные мы нужны. Мы были надеждой страны, А стали нормальные люди, Нам выпить бы и закусить, Когда мы вернемся с войны. Когда мы вернемся с войны, Все девушки будут прекрасны, Все женщины будут милы, Доступны тихие жены. Мы будем их вечно любить, И черных, и белых, и красных, И утром, и ночью, и днем, Когда мы вернемся с войны. А там, высоко над землей, Над самой высокой вышкой, Кому и куда повезло, В краю и, может, в аду, Уйдя из разорванных тел, Подившие наши братишки Внимательно и свысока Нас видят и слышат и ждут. А мы похмелимся с утра На форме заштопаем дырки, И снова суровый приказ За Родину в бой поведет. Но все же наступит пора Фураж, где иль там без козырки, Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем. Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны. Сквозь черепрене рвется пламя и дым, Застыл БТР от удара, Ах, как мне хотелось вернуться живым Из города, из Кандагара, Ах, как мне хотелось увидеть восход Арбат припорошен от белы, Но больше всего, чтоб быстрее мой взвод Ушел из-под зоны обстрела, Кто после оценит, кто после поймет, А мне не дал высших матерей, А мне не заел бы ручной пулемет, Покуда противник растерян, А мне очень страшно и очень легко, И ярость такая все разом, И жаль, магазины лежат далеко, Рукой дотянуться я сразу, Ну вот в магазину приходит каюк, И ствол перегретый смолкает, И вижу, как там за камнями встают, И ближе все перебегают, И больше не помню ни весен, ни зим, Весь мир сфокусировал кто-то, В том месте, где новый, как магазин, В гнездо не войдет пулемета, Щелчок и порядок доволен собой, Им жить не даю больше стоя, Но вот по всему, что вот этот вот бой Последним моим будет боем, И давит тоска, лапой горло схватив, Пожил бы еще восемнадцать, И в памяти долбит знакомый мотив, На соль левах, без вариаций, Откуда-то звоку гранатой бьет, Дробя волны мелкой крошкой, А может быть все же, а вдруг повезет, С Серегой нам хоть немножко, И бросив гранату сквозь поднятый люк, Я тут успеваю заметить, Густой дышика над собою салют, И пчелки, садящийся ветер, Не сбили нас как, вряд ли кто разберет, Ни черти, ни мы, и нет духей, Наверное, знает второй вертолет, Садившийся после на брюки, И два у меня, день рождения всерьез, Второе, то летчика сани, Что нас с того света на этот привез, И в левую руку был враг, И в левую руку был враг. Вертолетчик такое название, Ты и сын, Ты и царь, Ты и бог, Просто нету такого названия, Чтоб ты его сделать не мог, Нам ведь почесть и прочих не надо, Нам бы просто межтвечь и разлук, Чтоб количество наших посадок, Наших взлетов равнялось числу. А наш пятнистый крокодил В такое место угодил, Откуда можно очень редко выйти целым, И варит сбоку дышака, И ручка прыгает в руках, И через пыль не видно ничего в прицеле, А мой ведомый вот чудак, Он все летает кое-как, Все норовится весь под наших нуров трассы, А там внизу мута стрелки, И много думать не с руки, Опять забыли позывные папуазы. А тут откуда ни возьмись, Летит граната сверху вниз, В лупе ведухи очень грамотно с вертушки, И если б капельку дочней, Не быть бы здесь тебе и мне, Пришел конец бы нашей доблестной вертушке, Но слава богу пронесло, Мы полохали им крыло, А ну давай в ответ штабло из блока нуров! Вы извиняйте уж, друзья, Нам не ответить вам нельзя, Наш экипаж высокой воинской культуры, Вертолет огневого прикрытия, Чистит землю надежно от духов, Вы нам только дымами и трассером, Обозначьте, где сзади, где вперед, Площадное устроит накрытие, После нас будет тихо и сухо, Ну а что там, случайно останется, Пусть пехота потом подотрет. А там внизу проснулись, друг, Кричит наушник, слышишь, друг? Скорее становитесь в круг, А то нам, опа, левее двести дышика, Вы им подкиньте огонька, Покуда он нам полбалка не перехлопал. Ох ты, родная мазута, Мой я федоратор-музыкант, Сейчас сыграет в твердки, Он духом мессу. Мы как настроенный рояль, Снимаем с клавиш его, И отстаиваем родной пехоты интересы. Вертолет огневого прикрытия, Коммунальная наша квартира, Лучше бросить красивую девушку, Чем в бою обороты и винда, Обеспечить сплошное накрытие Наш летучий Т-34, Жаль, обшивка в делах героических, Не во всех сохранить в местах. А добрый техник наш Кузьмич, Он произнес красивый спич, Штормал опять всю ночь мне, Чтоб дырки ваши. Прости, Кузьмич, прости, родной, Империалист всему виной, Мы с ливенем разом, Алюминиевые чаши. Потом причался БТР, Мотострелковый офицер, А нас обнимал и много наливал из поляшки. Зачем слабо-то говорить? Ты вертолет благодарей, Ты приложи, браток, ладонь к своей фуражке. Вертолет огневого прикрытия, хлопаем. Вертолет огневого прикрытия, Он подобен на встроенной мире. Партитуру, звезда незнакомую, Отыграли красиво в шестой рук. Из любой передлянии нас вытянет Наш любимый МИ-24. Дорогой мой, Любимый, единственный, Настоящий, правильный друг. Настоящий, правильный друг. Вот он, настоящий, правильный друг. Любимая песня моя стала. Вот почему-то. Посмотрите еще немножко пока. Ну и конечно, дорогие друзья, Самую большую радость доставляли Афганским нашим манджахедам, Люди, которых называют спецназовцами. Их так любили, боялись манджахедов, Пленных не брали. Спецназ не знает, куда проложен В полетных картах его маршрут. Спецназ внезапен, как рабочий, Непредсказуем, как страшный суд. Хоть за три моря, хоть за три горя, Хоть свет нам споря, а хоть с огнем. Взлетает вскоре со смертью в ссоре. Спецназ, не надо грустить о нем. Так получилось, что здесь вот Присутствуют люди, которых я очень Люблю и уважаю, Которые мне показывают свои фотографии. Рассмотревшись их фотографии, Я написал песенку, Которая потом попала внезапно В одну из книжек. Демит забитый караван, Ствол остывает перегретый. Но там песня была про все сразу, И соответственно ни о чем. Я решил, что это неправильно. Эти люди достойны этой песни, Которая сейчас прозвучит впервые. Дорогие друзья, Презентация песни, Посвященная 173-м отряду Спецназа ГРУ, 22-я пригорода. Аплодисменты. Товарищ Козлевич, Это ваше, ваше, ваше круг дело. Ты что слушаете теперь, Что из этого получилось? Демит забитый караван, Ствол остывает перегретый. Лежит вокруг страна Афган, Который, блин, сплошное лето, А за холмом гудит броня. Забрать на базу результаты, И так все славно у меня, И целы все мои ребята. Вот история в общем не сложная, Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно все просчитать. Вертушки выгрузили нас, Под нас здесь падающий вечер. Пошел, пошел, давай спецназ, Удачи и до скорой встречи. И растворились в темноте, Грохочущие в черной точке. А мы уж были на хребте, Готовясь к трогательной нушке. Система общая огня, Четыре прыгающих мины, Все по науке у меня. Никак нельзя наполовину, И ровно через полчаса, Как провели последний провод, Колонны нашей голоса Своё мне подарили слово. Я начал первым разговор, Солидным соло-пулемёта И бронебойными в мотор, Идущие первую Тойоты И сразу в танцы у бойцы. Глухим аккордом наши мины, А духи тоже молодцы, Не сразу показали спины. Горячим был короткий бой, Как ствол ребристый пулемёта, И каждый знал манёвр свой, И отыграл всё, как по нотам. Питок, китайский, стих ДШК, Пятнадцать мин, РСов сотня. Ну что, Камбат, с тебя стакан, Его я заслужил сегодня. Вот история тоже не сложная, Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно всё прочитать. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно всё прочитать. На стойке офисов пыли, Играет солнце отражение, И вентилятор шевелит, Бумажки, лопасти и движение. Я покурю и помолчу, И жизнь идёт, и я не старый, И память снова подлечу. А результат у Кандагара, Где история вышла несложная, Где идея и был результат. Жаль, что мирная жизнь невозможная, Невозможно в ней всё прочитать. Жаль, что мирная жизнь Слишком сложная, Слишком сложно в ней всё прочитать. Ты мит забитый караван, На стойке офисов пыли. Ещё одна удивительная совершенно вещь, Которая была в Афганистане, Это были наши советские пограничники. Да, дорогие друзья, На удалении 100-200 километров От государственной границы Союз Советских Союзных Республик Находилась сеть, Погранзастав, На которых работали удивительные люди. Одевали их во что попало, Отбывали в то же самое, Обжали их, сами знаете как. Наборы в Сокрови не привозили почему-то, Да и колбасу солями где-то там задерживалось сзади. Но их очень уважало и боялось местное население, Потому что знали, Что эти неказистые, С виду плохо одетые мужички, Воюют очень сердечно, Стреляют только на поражение, И если они один раз объяснили, Что дальше вот этого места заезжать не надо, То не надо дальше этого места заезжать. Как объяснял мне один пограничник, Они там спецназеры поцыганят, По матросик и бросят, А мы тут всю жизнь. Поэтому они сначала приходили к соседям, Со всеми знакомились, Братались, там дружились и так далее. А потом объясняют, Что если вы нас, То и мы вас. А если вы нас не дрогаете, То и мы вам тоже спокойно жить надеем. Ну и так далее. И вот такая вот, Пограничная такая получилась вещь, Которая если вам понравилась, Да, да не, не хлопайте, Дух плохо получится в один музей. Хлебаем жизнь под светлым небом, Мы в клубах подняты ветром пыли, А нас с тобой в Афгани не было. Хотя мы там, конечно, были. Владение техникой отличное, Улыбка не потянет лиц, Ведь мы с тобой пограничники За 200 верст от всех границ. Мы сидели себе тихо на заставе, И отечество хранили рубежи. Тут из-за горушки ближней, Той, что справа, Выезжает непонятно чей-то джип. А в прицел мы разглядели, Что джип уазит. Ну да, в общем-то, конечно, Все равно, Кто это в зоне боевой составы лазит. Вот такое вот индейское кино. Тут же вспомнилось назад, Как две недели, Из-за этого же скального угла Пострелять по нам душманцы захотели, Из какого-то китайского ствола. Тут опять нарисовалась бурбухалька, И вылупило пять снарядов в белый свет. Отчего сегодня ты подел, знайка? Надо быстро отыскать на все ответ. Пограничная застава! Тридцать восемь человек, Это сосед с влево-справа. Ехать, братцы, целый век, Мы покрыты пылью славой. От сапога до виска Охраняет солнце державы ГГБ, поград войска. А мы на всякий случай Подобрали спины И решили на рожон, пока не лезть. Рядом с этим джипом Положили мину, Чтоб он понял, что хозяин дома есть. А за уазиком тут, Из-за поворота, Четким строем, И с десантом на броне Выезжает цельный полк, Медбота пехоты, Весь в сиянии бортовых своих огней. Тут уазик подлетел, Бля сердито, Ох, я сейчас вот вас достану, Стервецов! А из него мужик с таким серьезным фидом, С генеральскими, Пахоном и лицом. Это что, Все партизанская бригада? А почему на наших картах Нету вас? Что за форма, понимаешь? Хочешь стоя, Хочешь падай. Весь полоид, Как горячий кирогаз. А мы мужчины без обману, А разъяснили об себе, Что мы совсем не партизаны, А погран застава КГБ, А что вид такой ребристый? Ага, так извиняйтесь, Тут не бал, Все комсомольцы, коммунисты, Такая видна нам судьба. А что на картах ваших нету? Так тут вообще вопрос не к нам, У нас особые секреты, А цель вообще у нас одна, Защищать страну родную, Ах, от напеков душманья, Пусть холодный ветер дует, Пограничники стоят, Вообще-то отец у нас, Андроп, Вам особист все объяснит, А вам попутный ветер в спину, Но надо у вас предупредить, Что когда идешь колонной, Ты объявляй всем впереди, А то народ у нас неровный, И могут в пушки засадить. Пограничная застава, Хлопаем до союза далеко, Честь товарищей слава, Нам служить нелегко, Нам служить нелегко, Пограничная застава. Это настоящая история, Которая произошла, Погран застава, И когда человек, Значит, Вот они там сидели, Тут что-то выехало, А их обстреливали, И они решили, Потому что выехало, Там шмальнуть пару раз, Но не попасть, И тут выехала целая дивизия, Выехала танковая, Мотострелецкая, Которая оттуда выходила. Ну и командир дивизии, Естественно, подъехал, И стал выяснять, Кого здесь, значит, Сейчас можно полюбить, За невежливое обращение с гостями. Ну и мы в ответ объяснили, Кто мы, Почем мы, И откуда. Обращайтесь вообще к Леониду Владимировичу Андропову, Он в Москве, Можем телефон сейчас вставать, Наберочек. Вот, Ну и все, Все нормально, Все рассосалось, Мгновенно. Вот, Ой, Извините. Еще одна тема, Которая мне близка и понятна, Это мой сосед, По отделу, Николай Кукуштин, Служил, В батальоне, Который возил на грузовиках, По трассе, Значит, Салан, Хаэротон, Кабул, Разные грузы. То есть, Вот, Представляете, Идет колонна, В каждой колонне, Там, КамАЗ с прицепом. С левой стороны, Горка, Полкилометра. С правой стороны, Обрыв. И там лежит то, Что осталось от прошлых колонн. А через речку, На той стороне, Сидят наши друзья, С пулеметами, Которые все пристреляно, Заминировано, И ждут. Вот, Потому что, Как в известном анекдоте, За каждое, Значит, Уничтоженного противника, Что-то там им платили. Вот, И вот, Николай Кукушкин, Отрясающий совершенно человек, У которого всегда было все написано, У которого всегда был в отделе порядок, У которого было всегда все здорово. Как-то, Она начала рассказывать про свою эту жизнь. Людей на этих постоянно, Спрос будет выше головы. Он был хорош, В горах Афганы, В джунках каменной в Москве. Вы извините, Я не Кукушкин, Скажи у ребят, Это как могу. Перед таким, Как Эн Кукушкин, Любая родина В долгу. Начальник управления послушал, Сказал, Нет, Насчет родины в долгу, Это зря, Потому что родины не перед теми, Это мы перед теми, Все время в долгу. В общем, Тема очень такая простая, Потому что, Ну не простая точнее, Извините, Наоборот, Потому что в Афганистане Погибло 15 тысяч 41 человек, Это вот за весь Афганистан, Плюс все люди, Которые скончались После окончания войны, 46 тысяч было ранено, И 416 тысяч было больных. Для сомнения, Американцы за 10 лет Войны в Вьетнаме Потеряли около 200 тысяч человек убитыми, Около 400 тысяч человек ранеными, А было сбито 333 вертолета, Американцы потеряли 4,5 тысячи вертолетов За 10 лет войны в Вьетнаме, И 5,5 тысяч самолетов Потеряли американцы, У нас было подбито 147 танков, У них, по-моему, 2,5 тысячи, И 13 131 грузовик был потерян За 10 лет советскими войсками, С той стороны было около 300 тысяч Грузовик, Разной такой автотранспортной техники, Ну и вот, Как бы, Следующая часть, Это, Наши замечательные автомобилисты, Песня, которую я сейчас вам покажу, Была написана в 1987 году, Вот все, что я сейчас пою, Тут 3 песни всего были написаны недавно, А все остальное было написано тогда, Вот, просто я как-то подумал, Что надо, наверное, Надо все сделать как положено, Вот, и вот песня «Колонна», Которая стала, Тоже она попала в интернет Неизвестными способами, И на нее сделали клип, Вот, то есть, Вы сами понимаете, Что нашей заслуги здесь никакой нету, Говорим мы те же самые слова, Что наши родители, Аккорды все те же самые, Значит, Ну и все такое, Только фамилии немножко разные, А так, в принципе, Сами понимаете, Криса Кирми, кстати, Фамилия Константин Калинцев, И поэтому тут можно легко перепутать. Мотор на дноеме, На цсад наревет, Как будто на воздух разрежен из лица, Колонна идет, колонна идет, Усталые траки, колеса и лица, Колонна идет мимо горных вершин, Лугов и полей в разноцветных заплатах, И мимо стилетов сгоревших машин, Что были колоннами тоже когда-то, Пусть в кузове только пшено и мука, И как на картинке, Раскрашенной горы, Но на автомате застыла рука, И мир сфокусирован, В сектором взора, КамАЗ-работяга, Бежит тяжело, Но словно затвор передернутый нервы, На этой дороге, Уж так повелось, Стремлять нам придется, Вторым, а не первым, Здесь на чаше одной, Сахар, соль, мука, И бензин, И патроны, И хлеб, А на чаше второй, Что же делать пока, Наши души, Добро не живет, И вспышка на склоне, И патроны, И хлеб, А на чаше второй, Что же делать пока, Мотор на подъеме, И в мире во всем, И в мире во всем, Больше не было зла, Нас остановить, Нас заставить обратно, Колонна пошла, Да, колонна пошла, Второй, шестой, И восьмой, Езеркий, Здесь на чаше одной, Сахар, соль, И мука, И бензин, И патроны, И хлеб, А на чаше второй, Что же делать пока, Наши души, Добро не живет, Мотор на подъеме, Моцар на левет, Как будто на воздух Разрежен из лица, Колонна идет, Колонна идет, Усталые траки, Колеса и лица, Колонна идет, Мимо горных вершин, Лугов и полей, В разноцветных заплатах, И мимо стилетов, Скоревших машин, Что были колоннами, Тоже когда-то, Колонна идет, Колонна идет, Колонна идет, Ну и конечно, Интересная очень работа была, Дорогие друзья, У людей, Которых называли сапелами, Куманитарная помощь Запада, В основном составляла, Военные снаряжения, Очень любимые были, Итальянские мины, Пластмассовые такие, Красивые, желтенькие, Вот, И, То же самое, Похвастаюсь слегка, Да, Мы два года назад поехали на автобусах Из Москвы, Доехали до Цхинвала, До Цхинвала, Вот, И вот в городе Владикавказе Приехали к местным спецназовцам, Внутренних войск, Которые сидят, Все постриженные, Грустные, У них там состояние такое, Близкое к войне, Вот, Ну и приехали, Попели песен, Потом сели выпить водки с офицерами, Один из офицеров, Дважды подорванный, Там они сначала, Как у саперов, Сначала говорит, Сколько раз подорвался, А потом говорит, Сколько и государственных наград имеешь, Вот, Дважды подорванный на меня, С двумя орденами, Вот, Мы там сидели, Пили, 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 Он говорит, А вы не могли бы спать песню про сапера? Я говорю, Какую песню про сапера? Он говорит, А вот эту песню про сапера, И стал мне рассказывать мою песню про сапера, Которая была написана в 1984 году, То же самое, Начитавшись в газету журналов, И наслушавшись тоже рассказывать своих боевых товарищей, О будних боевых саперов, Спецназа, значит, Это в Афганистане, То же самое, Как она попала в интернет, Я не знаю, Но попала, Вот, Мне было очень приятно, Что вот, Настоящий сапер, Который жив остался случайно, Два раза, Вот, Он эту песню услышал и запомнил, Вот, То есть, Можно там что-то лучшее, Что-то лучше, Не важно, Если человек, Который этим занимается, Это увидел, Значит, Это есть, Это уже, Это уже хорошо, Вот, Ну и вот, Между пальцем комья глины, Мелких камешков сыпьет, Откопал до половины, От взрывателя ее, Слева провод, Справа провод, Снизу все черти что, Ей с пол ногтя дали шпот, Не сошьет потом никто, Увлекательное дело, Тыкать в глину в острие, Вот еще вернуться целым, Вовсе райское житье, Вот еще подружка надо, Не задела проводка, Больше ничего не надо, Чтобы жизнь была сладка, Итальянская паскуда, Чиполину их умать, Вот вернуть-то год не буду, Макароны покупать, Коль мне там сейчас обложку, Шанс в спине какой-то зон, Буду есть одну картошку, Из колодей что везут, Под салба ладонью вытром, Отгоню насевших мух, Ох, конечно, парень хитрый, До меня тут бывший дух, И ребята из Европы, Чьи на корпусах клейма, Капли мне нельзя прохлопать, Разворотов их ума, Мне теперь злодейство это, С головой своей влезать, Ведь в обход дороги нету, Нет дороги нам назад, За открытым запорогом, Что из-под моей руки, Начинается дорога Для бензина и муки, Вот веревочка, два ушка, Подрываю клинозем, Тихо, тихо, спи, старушка, Сейчас мы кошку принесем, Тихо, тихо, спи, старушка, Сейчас мы кошку принесем. Парень, пожалуйста, Будний саперов, Да, Солдат войну не выбирает, Война его сама берет, Того, кто глину вытирает, Того, кто в телефон орет, Достоин там, а не достоин, Уж брат, такое ремесло, Здесь разделение простое, На пронесло, не пронесло, Вот видите, вот, Берстаков написал песню про собаку, Мерку, Мне жена запретила петь чужие песни, Первым отделить, Моя жена запретила, Вот поэтому я во втором ее споял, Вот он, видите, сейчас, Сейчас вот все сделает как положено, Вот он все сделал как положено, Сейчас занимается личной гигиеной, Ребята, я дико извиняюсь, За вот технические особенности, Ничего страшного, да, Потому что, Вот, и я хочу сейчас песню спеть, Посвященную, У нас есть такая, Мы тут обсуждали, Юра, Оля и я, Аплодисменты моим моим товарищам, Которого у меня отец тоже пригодится, Вот, Вот, значит, программа, Антология моей, Песня России, Батаринная разведка, Не онкология, Антология, точнее, Не перепутайте, Вот, и, значит, Есть настоящие вещи в этой жизни, В том числе, например, Есть настоящая поэзия военная, Которой носителем являются Михаил Ильич Лермонтов, Значит, Граф Толстой, И Игорь Николаевич Морозов, Виктор Глебович Верстаков, Михаил Владимирович Михайлов, Вот, Те, к кому мне близки, И родные, Я считаю, Настоящими поэтиями, То есть, люди, Которые говорят вещи, После которых ты уже по-другому жить не можешь, Уже это в тебя, Как еда впитывается, Вот, И я сейчас хочу петь песню, Посвященную конкретно, Значит, Морозову, Безумному полковнику КГБ, Который два года назад Чуть не помер вот на этой сцене, Оля, сколько он пел? Час сорок, по-моему, да, Оля? Час сорок. Да, ну почему он бодрый? С него текло, Все нормально было. Обычно первое отделение, Я начинаю, Пою час свои песенки, Потом, Ну, Загрев, Потом Морозов поет. Тут Морозова потащила куда-то, И он В свитере насквозь, Мокрый, По нему течет, Борода мокрая, Но врагу не сдается, Наш гордый вояк. Вот. Ну, Такое же самое. Сейчас его пригласили на вывод войск, Серега, я тебе рассказывал, Дима, Пригласили Морозова на вывод войск, В Кремль, За 150 тысяч рублей. И он сказал, Вот идите вы нафиг, Я не хочу, Я лучше в себя в деревне водочке попью, С товарищами. Он не поет под фанеру. А? Он не поет под фанеру. Извать вы пить под фанеру. Ну, Вот женщина лучше знает, Что вы знаете. Вот. И то же самое Верстаков. Говорю, Приезжай, Пой, Ну, Люди просят в Бибельево, Чтобы живых людей увидеть настоящих. Он говорит, Я не могу, Мне из моей деревни невозможно выбраться. Потому что там сердце замело. Вот. И я сейчас. Песни, посвященные людям. Вы знаете, да, Что у нас самая поющая армия мира, Которая все свои сложности, Все свои радости Выражает в стихах. Вот. Это, конечно, кошмар, Потому что я работаю В афорской песне уже 15 лет. Вот. И сами понимаете, Мы членом жюри Афорских фестивалей. И это Хуже только работа Звукооператора. По хлопоти нашему Яше. Яше, спасибо вам большое. Ну, Знаете, Господь дает людям Ужасную такую вещь, Которая называется Умение владеть словом. Даже не умение, А желание писать. Сначала ты пишешь, Ничего не умеешь. Радуешься от того, Что ты пишешь. Потом ты начинаешь понимать, Что то, что ты пишешь, Это не пустит. И даже не Язаковский, И даже не Лебедев-Кумач, А вообще это непонятно что. Потом ты начинаешь учиться писать. Ну, и в общем, Ну, самое главное, Самое главное, ребят, Что у нас эти люди есть, Потому что это настоящая поэзия, Батальонная разведка, Нюрка, Кукушка, И все вот эти вот вещи, Которые они сделают. Благодаря этим вещам, Самые хорошие вещи наши Останутся навечно жить В памяти людей, Пока мы говорим и думаем На русском языке. Песня посвящается военным, Авторам-исполнителям. Он гитару, как автомат, Носит стволом вниз, Он железные струны ее Сдергивает, как затвор, Он на сцену идет так, Будто идет в бой, И прищурившись смотрит в зал, Словно в нем ищет цель. Он всегда начинает петь Тихо и не спеша, Он не любит лишних идей, Преждевременных звуков и нот, Он подходит к главным словам, Не ускаляя шаг, Через логово минных полей, Через трясиный брод, И как вырванную чеку, Первый вперед аккорд, И бросает мелодию вниз, На боевой курс, И слова попадают в цель, Точно и далеко, Пробивая на вылет лжи, Крашеную доску. Автору-исполнителю Военного репертуара, Ночью в 0.2.14 Входит его судьба, В лампочки усилителей, Словно колонны в фаре, И выражения нужные, Чиркают по губам. И ведет он притихший зал, Через замерзший саланг, И в Тойоту, Где духовский груз Сожилает свою злость, И на Прохоровской стерне Гасит горящий танк, И бинтует плечо пацану, Прострелу насквозь. И не видя уже берегов, Тонет в черной воде, Наблюдая в своих ночах Черно-белые сны, И он судит своих врагов По законам людей, И он судит своих друзей По законам войны. Автору, исполнителю Военного репертуара, Ночью в 0.2.14 Входит его судьба, Лампочки усилителей, Словно колонны в фаре, И выражения нужные Чиркают по губам. А когда он закончит бой, И гитару опустит вниз, И последняя очередь нот, Рикошетом уйдет в облака, Он вернется с войны домой, И тихо скажет, ну все, Жилкой вдувшейся голубой, На бодранных в кровь руках, Автору, исполнителю Военного репертуара, Ночью в 0.2.14 Входит его судьба, Лампочки усилителей, Словно колонны в фаре, И выражения нужные Чиркают по губам. Чиркают по губам. Мне почему-то нравится Вот эта песня, Хотя она Не очень она подсовывается. Наконец наступило Это замечательное время, 15 февраля 1989 года, Когда советская армия, Постояв в нужных местах, Выполнив все свои задачи, Как правильно сказал один человек, Который пишет книжки, Что мы туда пришли, Мы стали, где мы хотели, Мы выполнили все свои задачи, Мы вовремя вышли В нужные сроки, Ни под кого не подставивались. Если звонить это с тем, Как американцы выходили из Вьетнама, То есть большая разница, Потому что они туда убегали, Бросали технику, Боеприпасы, Снаряжение и все остальное. Я потом в 90-е годы, Случайно получилось. Мне предлагали купить Американские танки из Вьетнама, И винтовки М-16. По цене не жиры, То есть люди просто валили оттуда. Причем там и людей бросали, И своих бывших помощников. А если помните, То у нас же Була еще продержался 3 года, Пока его помогали, Пока наш любимый динсельт, Меченый, Не сдал все и вся. Как раз это 91-й год, Когда началась война Буря в пустыне. Поэтому тут говорить, Конечно, Даже не надо об этом говорить, Потому что это однозначно, Это наша славная страница В истории каждого человека, Который говорит на русском языке. В отличие от англичан И прочих завоевателей Афганистана, У которых были разные варианты там, Мы все свои задачи выполнили, Мы оттуда вышли, Вывезли все памятники, Потом еще, правда, Долго оттуда забирали людей, 314 человек, Насколько я помню, Там осталось, Часть из которых Не хочет возвращаться до сих пор. И поэтому, конечно, Сравнивать тут нечего, Это по сравнению с Вьетнамом, С Америкой, Мы воевали гораздо лучше. И нынешние Душманы, Я вот фильм показывал в начале, Мы его и смотрели, Нынешние, извините, Люди, которые там сейчас живут, Бывшие Душманы, Вспоминают о нас с теплом и радостью. Вот Сергей Владиславович, Он общается с ними периодически, Они его очень просят приехать И научить их воевать в военном отделе Настоящим образом. Потому что те люди, Которые там сейчас воюют, Пендосы имеются в виду, Делают это немножко по-своему, Так, как это не нравится местному населению. И, конечно, Вывод войск, Это настоящий праздник, Это настоящая славная эпопея, Которая закончилась. И слава Богу, Что мы стали, Мы перестали стыдиться своей историей. Вот, мы стали об этом говорить. И мне очень приятно, Что вот в этой войне, Которую мы сейчас с вами ведем, Культурной войне, Наше правительство, Наша страна Стала двигаться в нужном направлении, Потому что вот в это время У меня очень много работы было. Имеется в виду концерты, выступления. Меня попросили написать программу, И мы в Пибере эту программу пропустили. Вот, именно со стихами Верстакова, Морозова, Не со стихами модных поэтов, Вот, не приглашали мы никаких артистов известных, А сделали просто то, Что, на мой взгляд, Отражает жизнь в Афганистане и войну. Вот то, что вы сейчас видите, Это как раз вот этот самый. Мы уходим, уходим на север, Покидая неласковый юг, Густо дильзами землю засеяв, Замыкая трагический круг, Поднимаемся на перевале, Сталь машин, Отпирая плечом, От войны Даже горы устали, Хоть они здесь Совсем не при чем. Продираясь К далекому свету, Настороженно смотрит страна, Будет славою нашою это, Необычная Эта война, Где своей Неокрепшую шкурой, Как щенки На глубокой воде Мы платили За все конъюнктуры Наших внешних И внутренних дел. Вот еще один лист Без остатка Совершен И отправлен в печать Этой жизни То горькой, То сладкой, То сладкой, За которую нам отвечать, Где из букв В основном многоточья, А из слов Хорошо и должны, Где линейки Для радостных строчек Были кровью проведены. Мы придем И оружие снимем, Пыль с лица рукавом оботрем, И стакан Западивших поднимем, Февралем этим, Семь декабрем Мы свое Отработали честно До последней, До самой межи. Все, что было, Ребята, известно, Мы живые, Так будем же жить. А там за спиною Опоры моста Сошлись где Все наши пути. Прощай, место жаркое, Афганистан, Прощай, если можешь, Прости. Прощай, место жаркое, Афганистан, Прощай, если можешь, Прости. Прощай, если можешь, Прости. Ну, у каждого человека Есть свои друзья. Вот я, кем дружу, А кем пишу песни, дорогие друзья. Вот, например, Четвергурсов. Взял, написал. А, ну и, Знаете, есть Какие-то вещи, Которые я, Честно скажу, Я не был в Афганистане, Я написал рапорт, Начальник меня вызвал, Сказал, посмотрел на меня внимательно, Так, что я, значит, И говорю, Так, Аленкин, Ты, значит, в Афганистан хочешь? Я говорю, Так, точно, точно, полковник. Он говорит, Значит, как только ты там понадобишься, Мы тебя сразу вызовем. Иди работать. Есть, пошел работать. Вот, ну и Я очень С большим пиететом отношусь к людям, Которые там действительно были, Которые ходили по окружению, Веление огня. Вот, и, наверное, Это правильно, это правильно. Да, и Вот, как бы, Эпилог Эпилог этой афганской компании, Я сейчас хочу Спеть две песни, Которые, как бы, Продолжают вот эту всю тему. Одна из них называется Фотка спецназовца. Это спецназа, он все время ухмылялся, Когда был капитаном. У него, то есть, верхняя часть лица такая, Знаете, Нерадостная. То есть, вот, видишь, Человек, как будто, Он как будто целится в тебя. Из какого-то оружия, Или нож хочет тебе вырастить, Лопатку сапян, И просто кулаком по морде заехать. А нижняя часть вот так, Это вот такая, Это вот такая. Я нижнюю часть отвезла. Получилась вот такая вот обложка для диска. 173-ти, вот этот спецназа. То есть, большие такие глаза, Вот эти вот самые замечательные, Внимательные очень такие. Внимательные части видов там эти самые. Ну, мне это очень понравилось. Потом я показывал всем, Там большие начальники, дизайнеры. О, какая удачная фотография. Какой красивый мужчина. Я думаю, вы видели бы его нижнюю часть лица, И вы бы все радовались бы этому мужчине еще сильнее. Вот а старая пуля там свещут, А из фото глядит нелегко. Характерный спецназовский прищут, Добрый, ласковый, милый такой. Он для боя, а не для парада. Уцелеть, чтоб на жизни и весах Я б с носителем этого взгляда Воевать бы, ребята, не стал. В нашей жизни безбрежной просторы То без смеха нельзя, то без слез. И на дембель в костюме майора Он свой взгляд на гражданку унес. Мужчина приятный во всех отношениях И автор правдивых. Спецназовский книг Как будто бы служишь Яну ты мишенью Как будто бы снова Он на боевых. Жизнь это жестокая штука Платос нас обтирает за все Входит в двери, обычно без стука И по камням башкою несет Бомбы дел ежедневно я свищу Но сверкает на небе звезда Характерный спецназовский прищут Точный, жесткий и злой, как всегда И надежда мне мозги туманит Пусть с экрана визжит Под глаз Будет так же, друзья, как в Афгане Всех врагов одолеет спецназ Будет так же, друзья, как в Афгане Всех врагов одолеет спецназ Ну и вот, окончите эту афганскую тему Я хочу, вторая часть будет более такая серьезная Ну, в смысле, более бодрая Значит, традиционно Если вам хочется, чтобы я что-то спел конкретно Я сейчас бумажечку положу Здесь вот, вы на ней напишите, что вы хотите услышать Вот, и еще Оль, принеси две книжки, пожалуйста Одну книжку принеси, пожалуйста, мне сюда Пока я говорю Значит, вот я пел песню, если помните «Демид забитый караван» Которая непонятным причинам стала В интернете Но этой песне три варианта И тоже, как бы Сейчас я вам пою крайний вариант Который, как бы, обрамляет вашу жизнь Ну, я не буду просить поднимут руки Я понимаю, что тут все служили в армии, да, в советской, в российской Вот, поэтому у меня была иллюзия, что я сейчас ел в ворус, начну отдыхать Там, поеду рыбалкой занимаюсь, да, в обе руки называется То есть такое состояние, вы знаете, да, называется, когда... Нет, тогда Да, вот Оль, да, давай, неси сюда, пожалуйста Значит, дорогие друзья Дайте мне, пожалуйста, три книжки, я их покажу Вот, я говорил о том, что есть настоящая литература, которая написана по-настоящему Ну, по-настоящему Вот эта литература здесь Всего есть таких, здесь 10 вот таких Это одна книга из двух томов Стоит один рубль, тысячу, да? Вот сейчас будет перерыв Вы можете, у вас будет счастливая возможность Не бегать по магазинам, не искать это дело А купить это прямо здесь, прямо сейчас Возьму тысячу рублей, две книги стоят Серёж, я правильно сказал, да? Вот А, значит Просто то, что вы там прочитаете, товарищи, это, это Ну, я эти все книги купил У него их, Серёж, шесть, по-моему, да? Шесть книг Вот, я все купил, честно скажу Хотя маленькие дети И мне семья их читает Вечером И радуется жизни Ну, не важно Сейчас, Юра, специально для вас Убираю эту гонусную пипитрину Да, ничего страшного Да, свалите там как-нибудь Про шефы не знаете чего Громова показывает Громова? Глорис и все выводы Ну, вот он Ну, он бросил мешки с песком Я не знаю точно Я знаю, что бросили Когда подшеры операцию проводили Там их восемь операций было Были там более удачные, менее удачные Вот Выбрасывали Парашютный десант Вначале выбрасывали Мешки просто Душманцы обрадовались Что сейчас мы их тут подщикаем Потом выясним, что это просто мешки с песком А все уже В огневые позиции уже все выявили в это время Ну и после этого Просто их загасили Вот, ладно, дорогие друзья Нас с тобой умотало Не покажется мало Нас война не забрала А оставила жить Кто монадером стал А кто стал генералом И прозрачный город Над тобой Кровь Песня Продолжение песни Дымит забитый караван Про нас с вами, дорогие друзья Про нашу радостную жизнь Про то, что отдыхать мы с вами будем Я выяснил про себя Что отдыхать я буду на том свете, товарищи Так же, как и все остальные Поэтому, пожалуйста, не расслабляйтесь Давайте песни петь Давайте меньше пухать Давайте заниматься какой-то физкультурой Давайте ездить в горы Давайте просто встречаться Потому что мы этим продлеваем себе жизнь Настоящую Вот Давайте я сейчас что-нибудь включу Такое вот, красивое Красивое, что-то Дымит забитый караван Есть результат и нет двух сотых Сегодня подарил Афган Победы боевые высоты А тут по радио приказ Вперед во что бы то ни стало В двух километрах возле нас В засаду на зуда попало Вот история, в общем, не сложная Есть идея и есть результат В жизни нет ничего невозможного Если правильно все просчитать В жизни нет ничего невозможного Если правильно все просчитать И возвратились мы все в твой дом Который столько защищен А там вообще такой дурдом Вставай и выходи с вещами В подъезде дилер и шприцы Бандит в костюме на районе А в жизни как связать концы И академик не догонит Вот история в общем не сложная Есть идея и есть результат В жизни нет ничего невозможного Если правильно все просчитать Конечно, как капитализмократ Конечно, темпель неизбежен Нам было легче в тех горах Где были враг и воздух свежий Текут года, бегут дожди И точит ржа стволы орудий Команды, вольно разойдись Для нас, товарищи, не будет Идут года, текут дожди И точит ржа стволы орудий Команды, вольно разойдись Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя, для тебя Для нас, товарищей, не будет А на войне как на войне А нам труднее того в войне И дуар взойдет над сопками рассвет Мы не прощаемся ни с кем Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег Мы не прощаемся, не сделаем Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка в медсамбате Не тревожься, Бога ради Мы на свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка в медсамбате Не тревожься, Бога ради Мы на свадьбы доживем еще с тобой А если так случится, друг Тебя навек оставлю, друг Не осуждай меня, война тому виной Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка в медсамбате Не тревожься, Бога ради Мы на свадьбы доживем еще с тобой Когда закончится война Мы все наденем ордена Гурбую сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил Кто не напел, не долюбил И чашу полную, товарища нальем И мы припомним, как бывало Ночь шагали без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку Как делились другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку Как делились другом флягу И последнюю щепотку табака Хлопаем и поем Три, четыре Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка в медсамбате Не тревожься, Ага, Батя Мы до свадьбы доживем еще с тобой Да, золотой Ты, сестричка в медсамбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Концент закончен Яшенька, включи свет, пожалуйста Оля, принеси мой диск, пожалуйста Один, один, один Дорогие друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!